Всем привет! Сегодня мне установили дверь, вы видите сзади. Я не знаю, что произошло, но сегодня утром приехали монтажники и установили мне дверь. Я так понял, это подарок от народа, то есть жители города Сургута скинулись и установили мне дверь. Это самая высшая награда, которую я когда-либо получал от народа. Вот так народ благодарит меня за мою правозащитную деятельность. Хочу выразить благодарность всем жителям города Сургута за данный подарок. Это высшая награда, которая может быть только... Для меня это вообще реально высшая награда, которую я когда-либо получал, благодарность от народа. Благодарствую всем! Этот подарок намного дороже, чем любая зарплата, ради которой служат должностные лица. Намного дороже, чем любая взятка и намного дороже любых денег. Вот это реальная благодарность народа. Народная благодарность. Дверь народная. Подарил ее народ. Напомню, что 13 марта старая дверь была уничтожена сотрудниками ОМОН. Есть видео, как они ее выпиливают. Зашли они в квартиру по незаконному постановлению, которое вынес судья Шерстобитов. Данное постановление не относится к жилым помещениям. И они прекрасно об этом знают. По сути, эту дверь установили бабушки и дедушки, которые на последние свои деньги скинулись и поставили эту дверь. Дверь народная, куплена на народные деньги. Я ни рубля не вложил. То есть, это скинулись те люди, я так понял, которые присутствовали на суде, который проходил три дня назад. Я подал иск на прокурора города Сургут и прокурора округа с требованием признать их действиями незаконными. Получается, старую дверь. Вот она. Вот она, старая дверь. Вынесли мужчины, тоже, наверное, жители города Сургут. Это сотрудники отдела ТЭ, полицейские и ОМОН. Это значит, что эту дверь выносили мужчины, а поставили женщины. Мне дико неудобно, что женщины ставят дверь. Но, с другой стороны, очень приятно, что жители города Сургут отблагодарили меня таким вот образом и поставили дверь. Стыд и позор тем сотрудникам полиции, которые это сделали и не восстановили дверь обратно. Хотя они обязаны обеспечить сохранность имущества. Они не имели права заходить в жилое помещение без разрешения суда и возбуждения уголовного дела. Они без уголовного дела. Я не являюсь ни свидетелем, ни подозреваемым, ни обвиняемым вообще ни по какому уголовному делу. То есть без возбуждения уголовного дела они зашли, уничтожили дверь, изъяли вещи, не только из квартиры, но и моих знакомых. И ушли, оставили это все без должной охраны, без охраны имущества. Не опечатали ничего. Ну, такое ощущение, что 90-е вернулись только в погонах. Семь месяцев в моей квартире не было двери. И мы с отцом жили за навеской. Вот здесь вот висела простынь. И все звуки, все запахи уходили и из квартиры, и из подъезда в квартиру. То есть сплошные неудобства были. Ну, вид, у нее еще... Пена еще не засохла. Я еще потом это все облицовывать буду. Всем благодарствую и напоминаю, что 28 ноября в 16.30 состоится второе судебное заседание. Я вызвал прокурора города Сургут и прокурора округа Хмао, Батвинкина и Балина в суд и требую признать их действия незаконными. Ввиду того, что они вот на такую стопку наших обращений порядки УПК 141 и 124, прокурор Балина ответил одной отпиской без доводов и мотивов. Будет очень интересно, будет прямой эфир. Будем снимать видео, будем подавать ходатайства. На первом заседании присутствовали журналисты СМИ из Сургутной информации ТВ. Надеюсь, они и в следующий раз придут. Я уведомил все СМИ города, региона, страны и даже мира. Разослал всем сообщение о том, что 28 ноября состоится суд. Будем надеяться, что они все придут и светят с объективной стороны. И народ, каждый из вас, если не согласен с действиями должностных лиц или служащих, вы каждого из них можете вызвать в суд всего за 300 рублей. Оплачивайте госпошлину, готовите иск, подготавливайте все доказательства и подаете в суд. При этом подаете ходатайство о видении аудиописьменного и видеопротокола и снимаете все на видео, прямой эфир. Каждого, кто нарушает клятву и присягу, можно вызвать в суд всего за 300 рублей. Увидимся в суде. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok